братья варгим рус фаланга и легионов бою фильм 1 ошибочные теории ведения рукопашного боя греческой фалангой мы хотим затронуть принципиальные вопросы ответы на которые изменит ваше представление о том как были устроены греческие и македонские фаланги мы предлагаем совершенно новый подход к изучению этих вопросов посмотрев наши фильмы вы узнаете структуру расположения воинов греческой и македонских фалангах а именно построение на марше при сближении с противником и в бою мы разберем как велся рукопашный бой представив на ваш суд нашу теорию о смене шеренг фаланги в ходе сражения наглядно покажем как это могло быть теоретически и приведем исчерпывающие доказательства подтверждение нашей гипотезы доказательств на самом деле достаточно много получив ответы на эти вопросы вы сами сможете совершенно по-новому посмотреть на все античные битвы не только в эллинистический период но и в римский уверяю вас вы будете удивлены поймайте себя на мысли о том как же сами вы до этого не додумались прошу зрителей набраться терпения так как мы начинаем издалека это необходимо для того чтобы понять все правильно в одном фильме рассказать тему не получится так как она слишком обширна ходе исследования древних битв нам удалось обнаружить очень много интересных фактов так что устраивайтесь поудобнее мы начинаем начать стоит с определения фаланги фаланга это построение линейной пехоты для ведения рукопашного боя с обязательным сохранением боевого порядка то есть строя равнение по шеренгам и рядам как при подходе к противнику так и в бою главная особенность фаланги относительно иных построений это способность менять первые шеренги по мере необходимости ввиду усталости воинов непосредственно во время рукопашного боя основным и обязательным наступательным оружием бойцов стоящих фаланги является копье или пика если фаланга нарушает строй то она перестает являться фалангой и превращается в вооруженную толпу из-за того что без строй менять шеренги в бою невозможно это определение принципиально разница с тем который принято сейчас научной среде и мы понимаем что некоторые зрители скептически к нему отнесутся сейчас но это сейчас не спешите с выводами воины сражающиеся в греческой фаланги называются гоплитами позже в не будет сражаться и легкая пехота с овальными щитами и пельтами хотя эту пехоту правильно называют средние пехоту но переводчики с древнегреческих текстов переводят их как легкая пехота по ходу повествования мы покажем массу примеров некорректных переводов текстов македонские фаланги бойцов называли фалангитами или педзетайрами главное их отличие это длина пик и тип щитов чтобы не было путаница в головах у зрителей поясним что шеренга это построение по фронту вот она а ряд это когда воина стоят друг за другом вот так запомните это классическая греческая фаланга состояла из 8 шеренг глубину это известно всем любителям военной истории при этом у древних авторов можно прочесть что гоплиты строились и в 10 и в 11 шеренг можно найти упоминание о том что строились в 25 и даже в 50 на этих фактах в древних текстах заостряется внимание читателя очевидно что это имело большое значение в ходе пелопонеска войны греки начинают строить фаланги в 12 шеренг а то и более и этому мы нашли объяснение но обо всем по порядку теперь коснемся тактики ведения боя одним из важнейших тактических приемов во время сражений является охват флангов противника таким образом если на поле боя сталкивается две фаланги то крайне важно будет охватить противника с фланга или хотя бы одного из них а в идеале лучше зайти в тыл что приведет с большей долей вероятности к победе при минимальных потерях среди тех кто окружил врага но греки зачем-то строится именно 8 шеренг и более что сокращает протяженность фронта и грозит попаданием в окружение что мешает одной из сторон построиться 6 шеренг или 4 остальных воинов пустить на удлинение флангов и охватить противника вот на схеме мы видим как это легко можно было бы сделать чисто теоретически при равном числе противников но почему так не делали эллины греки всю свою сознательную жизнь воевали разве они сами не смогли догадаться до того чтобы строиться тоньше но длиннее по фронту а если не этого не делали значит что-то заставляло строить их в глубину не менее 8 шеренг а со временем и даже глубже это очень важно понять давайте разбираться в этом сейчас об научной среде есть три основные теории того как вели рукопашный бой бойцы стоящие фалангах на наш взгляд все эти теории не верны но с ними необходимо ознакомиться для того чтобы понятно то о чем мы будем говорить далее в наших фильмах начнем с первой теории эта теория толкания придумана хэнсоном хэнсон это американский военный историк и автор многих книг посвящен военным делу древних греков родился в 1953 году и живет до сегодняшнего дня отец и дяди хэнсона играли в американский футбол в тихоокеанском колледже под руководством амоса алонсо стега этот факт очень сильно повлиял на видение этим американским ученым способа ведения битв древними греками он считал что две фаланги сначала шли навстречу друг другу потом они переходили на бег и врезались лоб в лоб задние шеренги упирали свои щиты в передние и толкали своих бывших товарищей вперед на врага фаланга противника дело то же самое приверженцы этой теории именно толканием хотели объяснить наличие минимум восьми шеренг в фаланге они искренне считали что бой в построении греков была только первая шеренга и не понимали зачем нужны остальные теоретиков нисколько не смущало что при таком толкании войны из передних шеренг будут прижаты друг другу настолько сильно что попросту могут задохнуться какой же безумец тогда напялив на себя доспехи встанет в первую шеренгу если его там с вероятностью близко к 100 процентов просто задавит толпа при этом они считают что чем глубже построение фаланги тем легче не будет прорвать фалангу противника но типа 8 шеренг столкнувшись с 12 потерпят неудачу так как их продают больше массы людей на самом деле не продавит таких примеров описание древних сражений нет некоторые исследователи реконструировали биты при левтрах утверждают что спартанцев якобы продавили фиванцы выстроив свою фалангу в 50 шеренг но на самом деле там было все иначе и никакого таранного толкания не было также в биты при деле фиванцы якобы выстраиваются фалангу в 25 шеренг и благодаря этому опрокидывают афинян но читая первые источники видят что там все совершенно было не так как сейчас реконструируется на основании старых теорий ведения боя а как было на самом деле вы скоро узнаете греческая культура была сильно военизирована а экономика без грабежа соседей нормально функционировать не могла то есть без войны никак невозможно было обойтись рвешь соседи и от рабов был неизбежным спутником жизни эллины и мы знаем что самые богатые и уважаемые люди полисов всегда стояли впереди боевого построения а по теории хансона это верная смерть да еще и довольно позорные нет доблести в том что тебя удавит толпа черни толкая на противника в спину тогда от безысходности в первые шеренги загоняли бы бедноту рабов или преступников приговоренных смертной казни а этого однозначно не было и в первых шеренгах бились как раз самые достойные граждане в том числе и командиры тому же зачем тогда иметь копья и доспехи если они при толкании все равно не нужны и даже более того вмешаются как минимум тогда первая шеренга должна идти на столкновение с мечами или кинжалами но этого точно не было примеру римляне практиковавший бой на короткие щит к щиту вы ходили с гладиусами и это общеизвестный факт греки же шли в бой с копьями посмотрите на реконструкторов из французского клуба сама тофилак который с года в год упорно пробовать применять эту теорию на практике обратите внимание что при столкновении людей просто выдавливают на фланги надо понимать что фаланги в реальной битве имели сотни метров по фронту и в центре выдавливать было бы некуда при этом тут не учитывается наличие оружия ведь пока ты толкаешь неприятеля тот может заточенный железкой наделать тебе лишних отверстий и осознавая это люди не будут так бездумно бежать навстречу опасности хотя вот здесь мы видим как одна из сторон протолкнула соперника и ликует как бы теория сработала но если присмотреться то видно что проигравшая сторона бежал на таран неправильно сразу видно что перед нами не опытные тренированные войны а ряженные в доспечи студенты и клерки которые не знают правильной боевой позы при столкновении и строим ходить не умеют от этого их так легко и столкнули более опытные коллеги поэтому это видео не является доказательством то теория работает вот же мы видим что после очередной попытки даже студенты поняли как надо упираться ногами и толкание превратилось в то что вы видите а именно превратилось оно в стояние на месте повторюсь что при таком способе толкания с участием тысяч бойцов все закончится давкой и позорной смертью для тех кто окажется в эпицентре если следовать этой теории то грекам достаточно было бы привести на битву одну линию вооруженных гоплитов а за ними должна стоять толпа людей просто биомасса и тупо толкать первую линию на убои в сторону противника при этом подчеркну что копья в таком случае вообще не нужны а мы видим что в греческих фалангах длина копья постепенно увеличивалась пока не дошла до шестиметровых а то и подлиннее сарис македонян как говорится а где же логика описывая греки персидские войны 5 века до нашей эры геродок прямо указывает что одним из преимуществ греков над персами в рукопашном бою было то что копья гоплитов длиннее чем у варваров геродот история книга 7 абзац 211 зато прямо следует что копья гоплитам были нужны и они ими активно пользовались и скоро мы покажем как они это делали на самом деле вести бой копьем когда тебя в спину толкает толпа физически невозможно причем не просто толкает а именно давится страшной силы до тех пор пока ты не задохнешься греки так точно не делали теория толкания не рабочие и все же один случай толкания был описан геродотом мы попозже расскажем какой трагедии это привело теория толкания получила распространение среди английских исследователей которые либо наблюдали за игрой в регби либо участвовали в ней рассматривая фильмы bbc вы наверняка с ней сталкивались и еще не раз столкнетесь так что узнайте что это старая и необоснованная ничем теория просто глупость вторая теория ее сторонником является голдс уорси эдриан кейт голдс уорси родился в 1969 году он является британским историком антиковедом выступление голдс уорси вы можете увидеть в документальных фильмах history channel и в телевизионном игровом шоу тайм командос где он выступает в качестве эксперта по сражениям какой дрян эксперт на самом деле мы сейчас будем разбираться для начала скажем что лозунгом теория хэнсона могли бы быть слова толкая товарища на смерть то лозунгом теории голдс уорси по сути является фраза подлая трусость и картинка с трусливыми гоплитами которых в бой гонят женщины здесь не случайно так как это суть теории английского авторитетного историка он красочно разносит хлам теорию с толканием и сам выдвигает не менее спорную теорию с бегущими друг на друга фалангами при этом бегут гоплиты сотни метров на встречу друг другу и на полном ходу врезаются вращая фалангу в две толпы после этого начинается рукопашный бой где каждый воин сражается с врагом один на один каждый сам по себе такие бои любят рисовать художники так как всех воинов можно изобразить с разных ракурсов и придать героический вид и драматизм сюжету любят это и киноделы помещая главного героя вращившийся вокруг него хаос в котором он ловко укладывает своим оружием десятки а то и больше врагов которые мечутся по полю боя словно овцы и сами прыгают на меч героя фильма эффектно кувыркаясь чтобы зрителю смотрящему кино было не скучно также при беге друг на друга по мнению голда суорси фаланги неизбежно теряют строй и в них намечаются тонкие места вплоть до полного разрыва линии английский исследователь считал что перепуганные гоплиты бежали навстречу друг другу с целью вступить в схватку как можно быстрее так как не могли выносить тяжести ожидания неминуемого кровопролития при этом метались они по полю боя сбиваясь в кучи разрывая фронт построения прячет за спины друг друга выталкивает товарищей вперед в его теории фаланги строились 8 и 12 шеренг чтобы хоть как-то компенсировать образующиеся в ходе этого бега бреши в построении при этом голд суорси обосновывал наличие минимум 8 шеренг фаланги тем что первые шеренги не дают сбежать с поля боя те кто стоит за ней то из первой теории фаланга это сборище трусов которые не дают сбежать из боя первой шеренги относительно храбрых воинов да и те тоже трусы просто получается так что они стоят впереди а за ними стоит 7 или более шеренг и те просто не позволяют им убежать по данной теории бой ведет только первая и максимум 2 линия гоплитов все остальные просто стоят для мебели и только в случае необходимости заменяет убитых и раненых бойцов с первых шеренг при этом механизм замена раненого бойца на сзади стоящего совершенно не ясен кто и как определит когда трусу из первой линии с порезанным пальчиком следует отступить и открыть правый бок товарища которому туда сразу же прилетит удар от противника получается что каждый сам определяет когда ему можно избежать из боя но если это так то фаланга сама собой развалится причем достаточно быстро буквально в считанные минуты после начала рукопашного боя теория такая же несостоятельны как и толкание но сейчас в интернете вы можете видеть огромную массу картинок с бегущими друг на друга гоплитами для практически все исторические фильмы показывают нам как две массы вооруженных заточенными железками людей бегут друг на друга с разных сторон и на полном ходу врезаются при этом запрыгивают противником на щиты и творят прочие немыслимые действия теперь вы знаете что эта теория ошибочная хотя и очень популярная при этом заметим что фаланги довольно часто двигались друг другу навстречу бегом для чего они это делали на самом деле мы также разберем на конкретных примерах но позже по теории голдсуорси все действия гоплитов на поле боя есть трусость и желание уклониться от битвы даже смещение фаланги вправо при движении друг на друга он объясняет тем что таким образом бойцы старались уклониться от боя он ссылается на фукигида но сам явно не понял то о чем писал этот древний автор его нисколько не смущает тот факт что все фаланги отклоняются вправо при естественном движении влево двигаются только по приказу главнокомандующего или его заместителя если бы действительно бойцы на флангах построения желали уклониться от боя то в таком случае все фаланги должны разбегаться в разные стороны а в центре обоих фаланг должны образовываться разрывы а в реальности смещаясь вправо левый фланг как раз ставил себя под удар противника и позволял себя окружить почему фаланги на самом деле смещаются вправо при движении друг на друга мы объясним когда доберемся до нашей теории как говорится все интересное впереди так что наберитесь терпения 3 теория автор фрейзер выдвинул он ее 1942 году ее поддерживают лайзенби и кренц теорию фрейзера можно назвать конвейером смерти сейчас объясним почему по ней фаланги сходятся друг с другом для боя не спеша бой ведет только первая линия или две линии никто никого сзади не подталкивает когда бойцы получают ранение то их заменяют товарищи стоящие за ними которые выдвигаются вперед своеобразный конвейер смерти когда впереди стоящие бойцы постепенно гибнут и получают ранение а шеренги стоящие за ними свою очередь заменяют выбывающих и вступают в бой шансов выйти из битвы без ран для бойцов стоящих в первой шеренге практически нет они должны либо выжить и победить либо получить увечья в том числе и смертельные раненые могут отступить назад но механизм этого отступления автора этой теории не предложили и вот тут возникает целый ряд вопросов об этом уже говорили и повторимся вновь так как этот вопрос очень важен для понимания ходу рукопашного боя если в строю одному из гоплитов стоящим в первой линии придет в голову мысль что с него хватит что он устал и вообще страшно здесь и могут кличика попортить а то чего и похуже и он самолично примет решение поменяться с товарищем находящимся сзади то есть просто сбежать из первой линии он будет меняться если на этого горе бойца наседает противник трус просто попятится назад его сослужили справа и слева эту могут попросту не заметить и что произойдет тогда тогда он откроет сразу бокс его товарища построю из первой линии и несомненно туда влетит копье противника нанеся серьезно то может быть даже и фатальный урон при этом чтобы смениться с тем воином что стоит за ним отступающий должен будет вот таким вот образом развернуть свой щит и корпус стоящий за ним боец должен сделать также чем закончится все эти телодвижения хруст получит сам удар копьем то что его будет менять также скорее всего будет ранен так как отступающий не разрывая боевого контакта с неприятелем поворачивается к нему боком и так из-за одного слабовольного гоплита фаланга не причинив никакого вреда противнику потеряет трех бойцов а если эти непонятные телодвижения будут происходить по всей линии фронта то фаланга просто будет разбита как отмечается практически во всех статьях посвященных греческой фаланге до нас якобы не дошло о ней практически никаких сведений хотя на самом деле сведений много а вот переведены эти тексты на русский язык очень плохо так как переводчики совершенно не понимают как сложить переведенные ими слова и сочиняют от себя тяну либо просто сваливать слова в кучу не пытаясь построить они хоть какие-то логические предложения но с ознакомим с этими переводами по ходу повествования сейчас лишь приведу небольшие фрагменты из книги фукидида фукидит история книга 4 абзац 126 в этом абзаце древний писатель сравнивать лирийцев сражающихся толпой и греков знающих правильный строй то есть речь идет про фалангу мы конкретно вернемся к этому фрагменту когда наша теория будет доведена до вас полностью вы будете понимать слова греческого полководца брасида сейчас же только приду начало его речи брасит ободряя воинов стоящих фаланги говорит что варвары и лирийцы не умеют сражаться в правильном боевом порядке и поэтому не считают позором под натиском врага покидать строй при их способе сражаться не соблюдая строй не подчиняясь команде каждый охотно находит пристойное оправдание собственной трусости фукидит словами брасида прямо говорит что греки без команды командиров не покидают строя отличие от варваров и тем эллины и сильны запомните эти слова без команды никто не отходит в том числе и раненый никто как все предыдущие теоретики пропустили этот абзац мимо непонятно ведь в нем прямым текстом все их теории обнуляются нет фаланги хаотичной замены раненых и уставших бойцов меняются войны по команде командиров подчеркну смена бойцов происходит только по команде на смену так вот третья теория не выдерживает критики как собственно и все предыдущие но в ней есть хотя бы немного здравого смысла во первых фаланги не атакуют друг друга с разбега и сохраняют строй во вторых автор идеи обратил внимание на то что бойцы в рукопашной схватке вообще-то устают получают ранение и должны как-то меняться в строю но теория не доведена до логического финала и вот перед вами все три зарубежные теории того как сражалась фаланга рассказывая о них мы показывали видео двух исторических клубов один небольшой греческий а другой более многочисленный французский каждый из них ведет свой youtube канал их видео на ю тубе показывается как мы называем четвертая теория ведения рукопашного боя она частично включает себя все три предыдущие при этом накал бреда в этой теории зашкаливающий сейчас поясним в чем причина нашего негодования перед вами неправильная реконструкция смыкания рядов приведены греческим историческим клубом и топ-канала одессе страт сомкнувшись показанным образом и накладывая щит на щит фаланга вступает в битву реконструкторы строят две шеренги так как у них не хватает банально людей но подразумевается что шеренг должно быть восемь или более между рядами может поместиться еще один ряд что противоречит ксенофонту плутарху и прочим там должно помещаться два ряда но этот факт их совершенно не смущает и вроде бы у реконструктора все получается неплохо они бегут и смыкаются вправо делают это быстро бреши закрыты и бойцы перестроились в плотное построение а теперь представьте как это выглядело бы в реальном масштабе античных битв большая фаланга на 10000 воинов разомкнутом столе исходя из реконструкции креческого клуба по фронту будет занимать 1200 метров а когда воины начнут вот так сжиматься то им придется сократить фронт примерно в два раза то есть по фронту фаланга вытянутая на 1200 метров должна будет ужаться до 600 метров таким образом чтобы сомкнуться по правому флангу и стать единой стеной щитов лево фланговый крайний ряд должен будет пройти целых 600 метров по полю боя а из источников мы знаем что смыкание рядов происходило примерно за 200 шагов до противника и что же будут делать вражеские войны виде вот такой маневр перед собой они будут безучастно наблюдать каких неприятелей разорвав повсеместно свою фалангу совершает фатальное для себя перестроение конечно же нет они перейдут наступление и однозначно успеют дойти до соприкосновения в рукопашную раньше чем маневр на смыкание рядов будет произведен что приведет фалангу к полному разгрому при этом на такое сжимание фронта своей фланги должны как-то реагировать союзные застрельщики и кавалерии на флангах но этого нет в описаниях битв ни разу ничего подобного мы не встречали в источниках но почему этот факт реконструкторов не беспокоит древних текстах есть описание как пельтасты и псилы выбегают из фаланги но иностранные любители истории эти описания поняли неверно и реконструировали следующим образом они считают что выбегание из фаланги легкой пехоты происходило вот так застрельщики проходят через огромные бреши оставлены после смыкания гоплитов ведут стрелковый бой а потом обратно туда же забегают обратите на это внимание опытные любители истории во всех этих перестроениях увидят прообраз римского легиона и его шахматного построения перед боем вся беда в том что римляне шахматным порядком на самом деле не строились никогда когда мы доберемся до легиона вы сможете в этом убедиться сами мы доказательства даже питер коннелли догадался что перед сшибкой с противником легионеры строили сплошную стену щитов на подобие фаланги он даже нарисовал схему как это по его мнению делали геон забегая вперед скажу что реконструкции питера коннелли это что делают французы и греки в исторических клубах корни неверные судя по всему реконструкторы считают что фаланги сражались всеобразными сотнями черепашками по типу римские тестуды только без поднимания щитов вверх они думают что эти плотные формации врезались друг в друга и толкались при этом между сотнями оставались бреши равные фронту каждой сотни что мешало в них проникнуть пельтастом и перебить гоплитов незащищенные спины и бока теоретически для прикрытия там реконструкторы помещают пельтастов обоих армий что-то мы нигде не читали чтобы пельтасты и гоплиты стояли вперемешку в бою описание того что застрельщики проходят или выходят из фаланги есть но в рукопашной схватке их нет а если противник построивший сплошной стеной гоплитов проникнет в эти бреши и разогнав пельтастов ударит вашим черепашкам спины и бока то все это приведет к неминуемому разгрому каждый отдельно взяты сотни и фаланги в целом в древних текстах постоянно можно видеть слова о том что критически важно держать строй и не разрывать его реконструктор не просто разрывают сродину с ним огромные дыры но ведь должно же все это базируется на чем-то и это просто их фантазии нет не фантазии судя по всему заморские реконструкторы ознакомились с тактикой или она головой 11 и увидели описание маневра на смыкание рядов при этом македонские фалангиты прижимаются к правому флангу мы считаем что или она в этом месте ошибся и приписал маневр синтагм к действию всей фаланги это все мы подробно разберем в фильме про македонскую фалангу тут же скажем что в биты при гавгамеллах македонцы пропускали сквозь фалангу колесницы также делали спартанцы сражаясь за киры в биты при конаксе что там было на самом деле мы расскажем во втором нашем фильме про греческую фалангу греки и македонцы использовали этот маневр только для пропускания через себя колесниц и при преодолении препятствия на марше никто в таком строю в здравом уме в рукопашный бой не ходил подведем итог во всех предыдущих теориях утверждается что бой ведет только первое и максимум вторая шеренга а остальные просто так пришли постоять для галочки ну типа поболеть за наших попеть пианы или потолкать товарищей своим счетом вперед чтобы те не робили идти на верную смерть а после веселого толкания впереди стоящих радостно поучаствовать в дележе добычи захваченной в битве а если все будет плохо то быстро сбежать с поля боя пока враги добивают обессиленных товарищей с передовой только представьте эту картину выбор сами пошли сражаться в таком хитро выстроенном построение коллег по опасному бизнесу если ваше место в первой шеренге ему командир находящийся также впереди патриотизм любовь к родине здесь не помогут греки большинство сражений проводили именно в грабительских походах как объяснить человеку пришедшим пограбить соседа что его миссия умереть в предстоящем сражении ради некой светлой идеи да никак наемники не станут сражаться при таких условиях значит что-то было не так и все эти теории не работают про четвертую теорию говорить вообще даже как-то не хочется хотя и предыдущие не сильно так от нее ушли мы видим что в европейской исторической науке имеет место серьезные проблемы раз они на полном серьезе пользуются всеми этими теориями ведения боя особенно первой и четвертой вы посмотрели наш первый фильм посвященный ведению рукопашного боя между фалангами это было вводный фильм самое интересное ждет вас впереди не пропустите следующий фильм работа над которым уже активно идет на сегодня все пока пока до новых встреч